Судебное разбирательство вокруг Hearthstone, баснословные деньги за приобретение Торидала, легендарного лука из плато Солнечного колодца, а также нацистское программное обеспечение для создания игр в Activision Blizzard. Об этом и многом другом мы поговорим буквально через минуту, но вначале мне бы хотелось передать слово моему постоянному спонсору. Как во все предыдущие недели, так и в эту, в качестве главного спонсора наших новостных выпусков выступает коллектив под названием Тишина, серая пламя гор фракция Альянс. Если вы смотрели хотя бы один субботний выпуск, то вы наверняка про них слышали. Эта гильзия появилась на свет еще на самом старте в World of Warcraft Classic, и с тех пор она благополучно закрывает весь доступный рейдовый контент в игре. За прошедшие годы не нашлось рейда, который им бы не покорился. Более того, при переходе на Burning Crusade они смогли сохранить и есть свой состав, и таким образом сформировать целых два статика вместо одного. Тем не менее, последние скандалы в компании, а также проблемы с оплатой и подписки сказались на их активности. И к Солнечному Колодцу у них появилась острая необходимость в Друиде Ресторе, а также Танке. Будут рады в Тишине и Энг Шаману, с которыми на пламя гор из Альянс наблюдается ярко выраженный кризис. Впрочем, найдется место и игрокам других классов. Главное, чтобы у вас были хорошие логи и понимание текущего рейдового контента. Если вдруг заинтересовались, смело подавайте заявку по ссылке в описании. Глядишь, не только в коллектив примут, но и с подпиской помогут. Удачи! 26 июля услуга клонирования персонажа для Burning Crusade Classic прекратит свое существование. Об этом на прошлой неделе сообщили разработчики игры. Таким образом, если пользователи не воспользуются функцией к данному сроку, то его персонаж из World of Warcraft Classic будет автоматически перенесен в Burning Crusade Classic, а возможность создать клона на сервере эпохи исчезнет. Также, если персонаж был перенесен на Burning Crusade Classic, а его платный клон на эпоху World of Warcraft Classic не сделан, и наоборот, то эта возможность исчезнет. Однако, если у пользователя есть обе версии персонажа, и на Burning Crusade Classic, и на эпохи, то все останется как прежде. 16 мая сообщество World of Warcraft вместе с запуском своего собственного API Overwolf объявили о выпуске самостоятельной альфа-версии Curse Forge, которая не требует никаких сторонних приложений. Напомню, что ранее они долго критиковали авторов Overwolf за то, что менеджер аддонов Curse Forge требует наличия и запуска собственно изначального приложения Overwolf, которое нагружает устройство, занимает память и мешается в процессах. Автономная версия Curse Forge работает на фреймворке Electron, и на данный момент доступна только для Windows. Скачать ее можно на официальном сайте в выпадающем меню подраздела Windows в списке выбора системы. Те, кто уже опробовали новую версию приложения, отметили ее быстродействие, малый объем и отсутствие сторонних процессов, как и было заявлено авторами. Приложение по-прежнему хорошо справляется с загрузкой и обновлением аддонов. В Overwatch началось необычное празднование годовщины игры, праздничный ремикс, разделенное на три части, объединившее в себе ряд событий прошлого, что позволит игрокам поучаствовать в старых потасовках, а также добыть некоторые ныне недоступные облики со старых испытаний и альтернативные расцветки наиболее популярных образов. Вторая часть этого праздника проводится 17 мая по 7 июня. Что же всех нас ждет? Во время события игроки получат контейнеры годовщины, в которых содержатся косметические предметы со всех обычных событий игры. Также цветофары отдельно можно приобрести и за кредиты. Сверх того, дополнительные контейнеры можно будет приобрести в магазине, а один дадут бесплатно за вход в игру. В списке старых предметов можно будет также отыскать 6 новых обликов, представляющих из себя альтернативные версии популярных в сообществе образов в новых цветах. Гидросиметра, Древолаз Алусио, Неоновая Кошка Сомбра, Ночная Сова Анна, Темный Волк Ханза и Токсин Турбосвин. В дни годовщины в рамках еженедельных испытаний в игру вернутся и 3 уникальных испытания прошлого для Ангела, Эш и Сигмы. В некоторых можно будет получить все прежние награды. Также во время праздника проводится ротация сезонных потасовок со всех обычных событий игры. Полное расписание доступно на страничке события. Что касается еженедельных испытаний, то в этом году игроки могут получить дополнительные награды в виде значков, граффити и легендарных обликов для Ангела, Эш и Сигмы, участвуя в матчах быстрой и соревновательной игры или аркады. Победа засчитывается сразу за два матча. На каждой неделе события в очередном испытании. Также в этот день в интервью с бельгийским бизнес-изданием La Echo, президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что сделка с Activision Blazard продвигается относительно быстро и успешно проходит государственные проверки в разных регионах. Таким образом, вполне можно ожидать, что она завершится уже до конца этого года. На этой неделе на серверах Burning Crusade Classic состоялся выход в плато Солнечного Колодца. В этом финальном рейде игроков ждет 6 боссов и возможность добыть легендарный лук Торидал, Звездную Ярость. Как известно, на классических серверах World of Warcraft очень популярны Gold DKP рейды, в которых игроки разыгрывают выпавшие предметы за игровое золото в виде проведения аукциона. И в одном из таких забегов этот лук достался воину, который потратил на него внушительные 350 тысяч золотых, а общая сумма банка в рейде достигла рекордного 1 миллиона. Напомню, что в классике у каждого персонажа не может быть на руках более 214 748 золотых, поэтому игрок заплатил эту сумму предварительно, и это сделал воин, а не охотник, что многие могут показаться необычным и странным, но спешу сообщить, что этот легендарный предмет является бис-луком для этого класса. Любители теории крафтинга на форуме провели расчеты и выяснили, что он дает примерно 20 УВС этому классу. Получается, что воин заплатил примерно 17,5 тысяч золотых за единицу УВС. 19 мая Blizzard сообщили о мега-сервере Burning Crusade Classic с рекордным населением. Им стал европейский сервер FireMow, который разросся до огромных размеров и уже технически неэффективно вводит новых пользователей в пиковые датчики, не допуская их даже до очереди на вход. В результате чего разработчики начали предлагать игрокам переехать на сервер поменьше, чтобы иметь возможность играть и решить проблему. Для этого они даже открыли бесплатный перенос на сервера Amninar, Ashbringer, Ashshaker, Galimac, Mandakir, Magrain, Patchwork, Razorgor, Sulphuron, Transcendence и Vinoxis. Со списком можно ознакомиться на официальном сайте игры. На текущий момент сроки завершения акции по бесплатному переносу персонажа не предусмотрены. На этой неделе некий корейский инсайдер, который якобы ранее уже делился позднее нашедшей подтверждение информации об играх Blizzard, выложил ролик, в котором рассказал о том, почему именно первоначальный директор Overwatch Джефф Каплан покинул компанию, из-за чего разработка Overwatch идет так долго. Помимо этого он также сообщил, с какой целью авторы игры решили поспешить с тестированием и запуском PvP-режима. Reddit вкратце пересказал содержание ролика, которое, к слову, выпущено корейском. Таким образом, инсайдер сообщил, что первоначально ожидалось, что Overwatch не будет пополняться новыми героями и контентом, поэтому инструменты и сама игра под это не разрабатывались. Разработчики поступили так с оглядкой на Team Fortress 2, с ограниченным числом персонажей, и потому что Overwatch появилась на руинах отмененной MMO Project Titan. Когда игра с ней искала огромную популярность, авторы поняли, что необходимо постоянно выпускать новые поля боя и героев для поддержания интереса, то есть сделать Overwatch живым сервисом, как все нынешние игры. Также изначально разработчики планировали вводить лишь очень небольшие редкие изменения баланса, примерно как StarCraft 1 и 2, но позднее, глядя на другие популярные онлайн-проекты, с постоянными обновлениями вроде Лиги Легенд, изменили и это мнение. Этот подход они позднее применили при начале разработки Overwatch 2. По приказу Джеффа Каплана, все силы были брошены на вторую часть, а первая оставлена как есть, без каких-либо новшеств, в качестве неживого сервиса, каким ее раньше и видели. Еще было запланировано полностью сосредоточить Overwatch 2 на PvE режиме, а Overwatch 1 с PvP оставить как есть. Однако команда попала в ад разработки, на что сильно повлиял Бобби Котик, коронавирус, проблемы в Blizzard, сторонние проекты, в результате чего процесс сильно замедлился. Это очень не понравилось руководству Activision Blizzard, и оно стало давить на команду. В результате под давлением Джефф Каплан, Чака Сони и другие люди, которые руководствовались перфекционистским подходом Blizzard к разработке и желали следовать первоначальной задумке, не выдержали и ушли. Вместо Каплана лидером стал Уолтер Конг, он же руководил выпуском контента для Fortnite в Epic Games, и был известен прагматичным подходом и большим опытом в руководстве проектами с регулярным выпуском контента. Именно он решил разделить Overwatch 2 на PvP и PvE, чтобы уже находящийся в приемлемом виде PvP режим не откладывался из-за разработки PvE, которая находится в неясном далеком от финального состояния. И именно поэтому разработчики так активизировались с тестированием PvP режима, без которого игроки еще долго не увидели бы Overwatch 2. Благодаря Конгу в лидеры команды вышли люди с подходом, отличающимся от работы Каплана. В частности, директором стал Аарон Келлер, нацеленный на активную разработку, взаимодействие с сообществом и регулярный выпуск контента. 19 мая состоялся официальный анонс первой игры студии Second Dino под названием Marvel Snap. Напомню, что компанией владеет Бен Брод, который в прошлом был директором Hearthstone и покинул компанию в 2018 году. Что касается основных особенностей игры, она представляет собой традиционную ККИ, где на старте в игре будет 150 различных карт, у игрока на руках будет 12 карт. Длительность каждого матча составит 6 ходов и будет проходить на трех различных локациях, где для победы нужно выиграть две локации из трех. Локации открываются по очереди. На первом ходу доступна первая локация, на втором ходу открывается вторая локация, и на третьем, соответственно, третья. Разыграть карты можно на любой из них. Каждая локация предоставляет уникальные бонусы, например, плюс 2 катаки для существ каждого игрока. Или на этой локации может находиться только по одной карте каждого пользователя. Локации и их эффекты изначально скрыты, игроки узнают о них по мере открытия. У существ есть показатель силы, который определяет его влияние в данной локации. Сумма силы всех существ каждого игрока на данной локации определяет, кто именно будет победителем в этой зоне. У карт есть самые разные эффекты. Баф существ в руке, уничтожение существ на доске, блокирование локации, удаление карты с колоды противника и многое другое. Каждая карта имеет стоимость в энергии. Энергия обновляется в конце каждого хода, и ее количество равняется счетчику хода. На первом ходу будет одна энергия, на третьем три энергии, на шестом, соответственно, шесть энергии. Энергия сгорает и не переходит на следующий ход. В рамках одного хода игроки ходят одновременно и скрытно друг от друга. О действиях соперника на данном ходу становится известно в конце хода. В качестве рейтинговой составляющей будут использоваться космические кубы. За победу в матче игрок получает один куб, а соперник лишается одного куба. Чем больше кубов, тем выше положение в таблице лидеров. На пятом ходу, перед тем, как откроются действия игроков, каждый игрок может удвоить ставку космических кубов. Таким образом, за победу выигравший игрок получит два куба, а проигравший, соответственно, лишится двух кубов. В ответ на удвоение противникам ставки можно либо сдаться, и тем самым потерять всего один куб, либо принять ставку. На шестом ходу, каждый игрок также может повысить ставки и заявить об удвоении. Таким образом, максимальные ставки можно повышать до порога в восемь космических кубов. Довольно креативная задумка, пусть не от Activision Blizzard, но будем наблюдать. На протяжении этой весны прошел второй ежегодный кулинарный конкурс Sweet Blizzard, в котором кондитеры со всего света соревновались в создании сладких творений, изображающих персонажей игр Blizzard. На этот раз участники действительно удивили всех своими шедеврами, смастерив Сильвану, Тиранду, Лилит, Мясника, Заратула и Старкрафт, и многих других персонажей в World of Warcraft Overwatch и Diablo. 20 мая на сайте Activision Blizzard появилась совершенно новая вакансия нарративного директора, или директора повествования, для World of Warcraft. Человек, которого ищет команда, займется скорее не написанием сюжета, а координацией и наставлением самых разных отделов и сотрудников в работе над дальнейшим повествованием игры. По описанию вакансии, это скорее координационная роль, чем конкретно созидательная. Но все сюжетные усилия будут идти под наблюдением и в соответствии с видением данного человека. Стоит учесть, что вакансия говорит конкретно о World of Warcraft, а не всей вселенной Warcraft или других ее играх. 19 мая стало известно еще об одном иске, поданном физическим лицом на компанию Blizzard и связанном с покупкой комплектов карт в Hearthstone. Иск против компании направил в суд житель Аризоны Нейтан Харрис, заявив, что его несовершеннолетняя дочь спала с директором компании. Ладно, шучу, этот этап уже пройден. Его несовершеннолетняя дочь за несколько лет потратила на Hearthstone больше 300 долларов. Девочка оплачивала покупки отцовскими картами, которые были привязаны к аккаунту Battle.net и проходила это, как утверждает истец, без его разрешения. В исковых документах указывается, что система комплектов карт вводит игрока в заблуждение, особенно несовершеннолетних, которые не осознают, что совершают покупку, в отношении которой не предусмотрен возврат. Также адвокаты настаивают, что девочка не знала шансов падения хороших карт и, как говорится в заявлении, практически никогда не получала хороших карт. В ответ на это юристы Activision Blizzard составили встречный иск, в котором просят суд передать дело на рассмотрение в окружной суд США в Центральном округе Калифорния, вместо Верховного Суда Штата. По мнению юристов, этот суд обладает более подходящей юрисдикцией для решения этого вопроса. Также в документах от Blizzard отмечено, что выручка игры, начиная с 2014 года, составила более миллиарда долларов. Таким образом, компания пытается продемонстрировать, что Hearthstone имеет огромную базу игроков, а значит и нет какого-либо реалистичного способа узнать, проводили ли несовершеннолетние свои покупки с согласия родителей или же без такового. Также, хоть Blizzard и отвергает выдвигаемые обвинения, они предполагают, что сумма потенциального ущерба в случае коллективного иска может превысить 5 миллионов долларов. В прошлом разбирательстве, касающемся Overwatch, которое компания успешно выиграла в этом году, речь также шла о несовершеннолетних. В этом деле компания смогла доказать, что ребенок неоднократно соглашался с лицензионным соглашением, а значит никаких претензий к компании быть не может. В иске же, который направлен в сторону Hearthstone, утверждается, что такие соглашения, принятые несовершеннолетними, не обладают юридической силой. Будем надеяться, что в моих комментариях найдется юрист, проживающий на территории США или знакомый со законами этой страны. Было бы крайне любопытно увидеть правовую оценку происходящего от знающего юриста в комментариях. В опубликованном 14 мая пресс-релизе Activision Blizzard объявила о разработке инструмента Diversity Space Tool, помогающего оценить характеристики физического персонажа на предмет того, насколько самобытным он получился, и не закрались ли в его концепт какие-либо предрассудки. Инструмент оценивает личность по различным характеристикам, как визуальным, поза, внешность, движение и так далее, так и по поведению, как он ведет себя и взаимодействует с другими персонажами. Кроме этого, по личностным, раса, возраст, ориентация, предыстория, физические и умственные способности, а также многое другое. Он позволяет понять, нет ли в образе каких-либо перекосов в отношении стороны, шаблонов и предрассудков, а также обнаруживается их место, в случае, если они были заложены. Кроме того, с помощью полученных данных производители игр могут вносить изменения, увеличивать показатель инклюзивности у персонажей, их половое разнообразие, а также различные проявления и отклонения. В материале также сказано, что инструментом в своей работе также воспользовались и разработчики Call of Duty Vanguard и Overwatch 2. Первоначальный анонс вызвал большую волну критики. Собщество усомнилось в том, стоит ли так сильно привлекать внимание к быстрому определению, когда разработчики должны с самого начала учитывать все эти параметры и создавать объекты, соответствующие требованиям, а не менять их по факту. Также некоторые были возмущены тем, что вместо серьезной работы над улучшением, компания занимается разработкой бесполезных инструментов. В качестве примера был приведен разбор Анны из Overwatch, и героиня получила нули за происхождение, когнитивные способности, сексуальную ориентацию и телосложение. К счастью, ее спасло то, что она одноглазая египетская арабка с признаками старения. Ряд западных новостных изданий и СМИ сравнили Diversity Space Tools с нацистскими изысканиями и инструментами для разделения людей на низшую и высшие расы. На популярных же порталах вроде Reddit развернулась широкая дискуссия насчет того, как именно Activision Blizzard оценивает расы, культуры и другие черты персонажей. По какому принципу выставляют баллы и почему одна раса получает их больше, чем другая. В результате компания выпустила пояснительную записку, уточнив, что на самом деле в Overwatch 2 инструмент не использовался. Кроме этого, с сайта с презентации были удалены все иллюстративные материалы, поясняющие работу инструмента. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин